Долгожданное обновление сети эфириума под названием Denkun состоялось. Какие цели ставили перед собой разработчики и какие результаты заметны уже сейчас? Сколько заработали россияне на криптовалютах за год? Какой срок грозит основателю миксера BitcoinFog Роману Стерлингову? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits Media. 13 марта 2024 года разработчики эфириума успешно запустили долгожданное обновление в основной сети. Denkun совмещает в себе два отдельных нововведения под названиями Denep и Cancun. Denep – это обновление уровня консенсуса Beacon Chain, на котором происходит формирование блоков. Оно включает в себя ряд улучшений, призванных увеличить масштабируемость сети и время аттестации блоков для валидаторов. Cancun – это обновление уровня исполнения, на котором происходит реализация транзакций и смарт-контрактов. Оно тоже включает несколько улучшений, в том числе более дешевое хранение данных. Технические подробности, как работает обновление Denkun читайте в материале на сайте Bits Media, ссылка в описании. Обновление эфириума было призвано сделать транзакции более дешевыми. И действительно, после развертывания Denkun комиссии за транзакции в сетях второго уровня на основе эфириума снизились в разы. Если раньше в популярном решении Optimism средняя комиссия за транзакцию составляла 95 центов, то теперь этот показатель упал до 5 центов. Однако в сети Arbitrum комиссии снизились незначительно – с 70 до 50 центов. Окружной суд США признал основателя миксера BitcoinFog Романа Стерлингова виновным в отмывании денег через криптовалюты. По мнению правоохранителей, с 2011 по 2021 годы через миксер прошло 1 миллион 200 тысяч биткоинов. Суд разрешил конфисковать замороженное 1354 биткоина у Стерлингова, а также его активы на арестованных счетах криптобиржи Kraken. Владельцу BitcoinFog грозит от 25 лет тюрьмы. Аналитики Chainalysis выяснили, что за 2023 год криптоинвесторы из России получили прибыль в 1 миллиард 40 миллионов долларов. Для сравнения, украинские трейдеры заработали за прошлый год 850 миллионов долларов, инвесторы из Казахстана – 170 миллионов долларов, а жители Молдовы – 150 миллионов долларов. Прошлый год стал для криптотрейдеров более успешным, чем 2022. По данным IntoTheBlock, за сутки с 13 на 14 марта держатели биткоинов массово вывели с криптобирж биткоины на 750 миллионов долларов. Это наивысший показатель вывода биткоинов с биржевых счетов с мая 2023 года. Большая часть выведенных активов пришлась на площадке Bitfinex и Kraken – 524 миллиона долларов и 130 миллионов долларов соответственно. Исследователи Elliptic заметили, что северокорейская хакерская группа Lazarus снова стала использовать криптомиксер Tornado Cash, попавший под санкции США. За 40 транзакций хакеры перевели эфиры на 12 миллионов долларов. Эти средства были украдены в ноябре прошлого года у криптобиржи HTX и ее межсетевого моста HTX Echo Chain. Высокий суд Лондона признал, что австралийский предприниматель Крейг Райт не является создателем биткоина Сатоси Накамото, поэтому не может претендовать на право авторства белой книги биткоина. Суд посчитал доказательства, предъявленные Райтом в ходе слушаний, неубедительными. Бюро по патентам и товарным знаком США и Бюро регистрации авторских прав США уверены, что на NFT могут распространяться действующие сейчас законы об интеллектуальной собственности. В ходе общественных дискуссий выяснилось, что еще рано создавать отдельные законы для NFT, иначе это будет мешать развитию новейших технологий, связанных с коллекционированием. Всем спасибо за просмотр! Ставьте лайк этому видео! Будем рады вашим комментариям и отзывам по нашей работе! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова